Привет, пацаны и девочки! С вами Тага, вы на канале Школы Про Стерео, и сегодня у нас выпуск про бюджетный четырехканальный контроллер. Ну, если быть честным, то он даже пятиканальный, потому что на пятый можно вешать сэмплер. Об этом поподробнее в выпуске. Ну, а теперь самое время подписаться на канал, если вы не сделали это ранее, прожать лайк, поставить колокольчик, чтобы новые серии приходили вовремя, взять чего-нибудь вкусненького у нас на обзоре Reloop BitMix 4. Мы начинаем! Ну что, давайте посмотрим на еще один четырехканальный контроллер недорогого сегмента. У нас сегодня Reloop BitMix 4. Тоже вы об этом спрашиваете, пишете, ну когда же будут ньюморки, Reloop и все в таком духе. Хотя мы уже говорили об этом, не раз сравнивая бюджетные контроллеры. В этот раз, правда, ситуация немножко другая. Вы прекрасно знаете, что есть такие контроллеры бюджетные, но хорошие, как Tractor Control S3. Четыре канала, одна линия и очень хороший звук для такой цены. И вот этот контроллер, а также из этой серии, выпуски, будет как раз про то, что с ними конкурирует не в супер именитых брендах. Хотя для кого-то из вас Reloop это must-have, круче, типа зачем переплачивать. Ну, в общем, давайте разбираться, за что же мы все-таки переплачиваем или недоплачиваем, покупая уже устоявшееся устройство от лидеров. Прямо сейчас у нас вот такая вот штука. Упаковано очень просто, здесь нет никаких наворотов, прямо изи в пэк. Коробка стилизована, кстати, под типа а-ля экономим природу, минимум красок, потом вторсырье, переработка. Но нас интересуют на самом деле наши крутилки. И у нас здесь в коробке еще лежит провод, инструкция, наклейка. Овервью, N-Connection, типа и прочее, прочее, прочее. Нас это мало все волнует, мы все это дело закроем. Кстати, в отличие от Numerate Mix Stream Pro, или Denon'ов упаковываются одной рукой, что не может не радовать. Вот так. Вот такая вот штука. BitMix 4. Давайте посмотрим на него повнимательней, но для этого мне понадобится ноутбук. Потому как данный контроллер работает с программой Cerato. Мы хотим с вами подружиться с софтом, который нравится многим. Но и на самом деле Cerato хороший софт. Мы изучим сейчас его, что он из себя представляет. Конечно же, наткнем сюда проводок. Все очень, как сказать, по-спартански. Один выход, один вход, что делает этот контроллер бюджетным. То есть мы не можем сюда что-то подключить, кроме микрофона и наушников. С точки зрения вообще что-то. А остальное просто через выход небалансный разъем. Но об этом мы давайте по порядку с вами пообщаемся. Вот он у нас запустился. И сейчас мы здесь запустим Cerato. Денис попросил. Надо смотреть иногда в твою камеру. Интересно, она, кстати, не хочет видеться. Где бы мне нужен лицензионный Cerato. Мы зашли, посмели зайти в Cerato Digi Pro. А мы достойны с этим контроллером зайти только в Cerato Digi Lite. Сейчас мы запустим. Из этого выйдем Cerato. Запустим Digi Lite. Еще думаю, что у меня это зелененькая и синенькая. Зелененькая и синенькая для того, чтобы запускать зелененькую или синенькую. И она должна сейчас ожить. Пошла жара. Крутяк. Смотрите, контроллер сразу ожил. Данное устройство под Cerato Digi Lite по умолчанию. Если вы купите версию Pro, у вас будет доступно больше функций. Но давайте сначала посмотрим вообще, в принципе, на это устройство. И посмотрим, из чего оно состоит. Две деки. Каждый из которых может управлять двумя деками. То есть это устройство четырехканальное. С возможностью запуска пятого канала в виде сэмплера. Здесь есть кроссфейдер для скрейча. Есть большие пэды такого же размера, как на сэмплерах Akai. Большие такие, чтобы вы там что-то набивали. Большие джоги, как вы любите. На самом деле, похоже они больше на какую-то маленькую сковородку или походный котелок. Но это уже у кого какие ассоциации. Давайте посмотрим, как он устроит. Каждая дека зеркалит друг друга. Например, Pitch Control находится у одной деки с левой стороны, у другой деки с правой. Но давайте изучим все по порядку. Сверху у нас эффекты. Здесь мы выбираем влияние одного эффекта, второго или третьего на трек, который сейчас играет на этой деке. Здесь у нас FX Unit. И мы можем нажимать на эту кнопочку, чтобы выбрать нужный нам эффект. Но это когда вы работаете с Serato Pro. Pitch можно работать как Pitch Band. Есть теневые режимы, то есть через кнопку Shift. Дальше идет Pad Mode. Это как раз переключение между двумя или четырьмя каналами. Секция пэдов, как я сказал, большие, хорошие, цветные, очень четкие. И, как мы видим, они включают тот или иной эффект. Но об этом я сейчас более подробно расскажу. Shift также отключает. Это горячие точки были. И здесь ниже располагаются основные органы управления для запуска трека и его управлением. Например, такие функции, как Range или Cub или Sync. То есть вот мы можем включить Sync и будет синхронизироваться. Запускается трек вот таким вот нехитрым движением. Давайте запустим трек и послушаем, как работает пульт. Запускаем. Здесь у нас также есть петля. Давайте посмотрим, как она работает. В режиме пэдов у нас можно нажать, допустим, на одну петлю, на другую, сократить еще и еще. К сожалению, это не Serato Pro, там возможностей больше. В режиме B у нас другие режимы управления, прочими полезными функциями. Shift позволяет нам включать дополнительные режимы. Давайте попробуем. И также есть горячие точки. Через Shift они также удаляются, как и на всех контроллерах. Внизу Sync, Cap, Cue, Play. Play — запуск, остановка трека. Cue — это возврат на точку, которую вы поставили. То есть если мы поставим точку, например, Cue вот здесь, то оно будет возвращать сюда. А Cap возвращает нас на ту же точку, но только запускает ее. А тут останавливает. Здесь запускает заново. Для Serato Vodov, для тех, кто играет в спидмиксы и прочее, это очень удобно. Дальше давайте послушаем, как работает эквалайзер. Он отлично отрабатывает. В данном случае работает как изолятор. Нет никаких провалов, как это на пультах Pioneer серии DGM. Очень мягко, туговито работают сами ручки. Хотелось бы, чтобы они были с какой-нибудь резинкой, для того, чтобы были тактильные ощущения получше, потому что мы к эквалайзеру прикасаемся очень часто. Ниже идет Fader Start, для того, чтобы запускать с того места, где нам интересно. И Cue для прослушки в наушниках. Кнопка Back, для того, чтобы переключаться браузером. Например, мы можем выбрать другой трек. Загрузив его через кнопку загрузки. Например, мы выбрали другой трек и выгружаем его вот в эту деку. Вот он загружается через Fader Start. То есть таким образом мы можем этой кнопкой загружать композиции, что капец как удобно. Мы сразу видим 4 канала, 4 кнопки, на которые мы хотим поместить тот или иной файл. Можем загрузить его сразу в разные каналы. Моментально вообще, если мы хотим делать какие-то интересные вещи, типа как биджанглинг или еще что-то. То есть Serato в принципе заточена под такие форматы музыки и игры. Давайте запустим трек. Здесь органы управления наушниками. Кью-мастер. Громкость наушников. Работает хорошо. Переключение на третью и четвертую деку. Мы можем, допустим, выбрать другой трек. Загрузить на третью и четвертую деку. Синхронизировать ее с той, которая играет. Перевести. Пожалуйста. Очень удобное переключение. Очень четко видно. Это очень круто. Следующее, что нас интересует, это эффекты. Работает так же мягко, как эквалайзер. В данный момент надо понимать, что у нас Serato Lite. И очень много эффектов и фишек от Serato Pro у нас недоступно. К сожалению, это так. Но в предустановке, когда вы покупаете из коробки, у вас будет работать только эта версия софта. Давайте посмотрим, что тут есть еще. Тут есть сэмплер, на который мы можем назначать сэмплы и запускать это как пятый канал. Допустим, если вы хотите играться какими-то ваншотами. Очень удобные ручки. Контроллер не тяжелый. Неплохо звучит. На фронтальной панели располагается микрофон. И его регулировка громкости работает так себе. Наушники втыкаются через 3,5 разъема в джек и 6,3. И, собственно, больше про этот контроллер сказать нечего. Стоит он недорого, что позволяет ему конкурировать с такими контроллерами, как Tractor Control S3, как я уже говорил, или от Pioneer FLX6. Но, давайте будем честными, и FLX6, и Tractor Control S3 идут в комплекте с полноценным софтом. То есть, вы получаете не Lite-версию, а уже много эффектов и много возможностей при записи микса. То, чего Serato Lite не дает. Так что, если вы покупаете Reloop Bitmix 4 с целью ничего больше не покупать, то вы будете очень сильно ограничены абсолютно во всем. Петли, не сможете смотреть тональности, много фишек у вас не будет хватать, эффекты будут очень сильно ограничены, но вы сможете играть в 4 канала уже. И поэтому данный контроллер просто дешевле, что и может вас подкупить, если вдруг вы захотите его себе приобрести. Собран еще раз качественно, удобно ставится на столе, есть ручки, за которые можно его брать. Вопрос пластика и того, что он немножечко вот так шатается, а стол у нас идеально ровный, это вопрос качества сборки. И те фанаты Newmark, которые сравнивают его с NX-7, или вот даже другим контроллером, который мы тоже будем обозревать обязательно, NS... Так, сейчас, как он там называется-то? А, NS4FX, то это совершенно разные модели. Это точно бюджетка, которая пригодится тому, кто не хочет больше тратить денег, чем он может. В любом случае, самые главные органы управления работают хорошо, ну и поэтому давайте не будем расфусоливать и подводить итог. Ну что, пацаны и девочки, вот такой вот контроллер. Он недорогой, в нем нет наворотов, и из коробки вы получаете только Serato Lite. Serato Pro придется покупать. Не за дешево, так как либо подписка, либо очень много долларов за то, чтобы пользоваться ей пожизненно. Если у вас есть Serato Pro, и вы каким-то образом нашли ключ, или взломали, то, конечно, это хорошая вещь, чтобы сэкономить денег. Он хорошо собран, у него отлично работает эквалайзер, ну, так себе фейдеры, если честно. В любом случае, переключение между тремя-четырьмя каналами и запуск треков идеальный. Для освоения техники многоканальной игры или первичных фишек Serato модель отличная. Не могу сказать чего-то сверх плохого, потому что стоит она недорого. Мы не можем ожидать от устройства с одним выходом RCA небалансным и за такие деньги чего-то прямо вау. Но если мы будем выбирать среди четырехканальных недорогих контроллеров и, думаем, до 50 тысяч рублей, то все-таки Tractor Control S3 будет лучшим вариантом, потому что там можно подключить что-то одно в линию, там есть USB для подключения, допустим, дополнительных контроллеров по управлению Tractor. И в случае как Tractor Control S3, так и Pioneer FLX6 вы получаете дополнительно полноценный софт, который поможет вам записывать микс и пользоваться большим количеством эффектов и какими-то наворотами, которые Serato Lite не дает. На сегодняшний момент это самый большой минус этой версии программы, потому как у вас, ну, колоссально обрезаны самые базовые функции. Петли, эффекты. Вам придется довольствоваться тем, что есть. Однако, есть один очень тонкий посыл, который этот контроллер оставляет тем, кто только сейчас хочет войти в диджейнг. И каким-то образом полюбил Serato за его внешний вид. Потому что кому-то нравится один софт, кому-то другой. И вот этот тонкий посыл говорит нам, что классическое управление и удобный пульт на старте вашего обучения, а также удобное переключение между четырьмя каналами, которые важны, допустим, если вы учитесь у нас на курсе PRO и хотите освоить технику игры в 3-4 канала, то это то, что нужно, когда вы не понимаете еще, что хотите купить на потом что-то такое серьезное, но сейчас не желаете тратить на это много денег. И это хороший выбор, и поэтому я бы его порекомендовал. С целью, первое, экономия денег, второе, просто хороший классический пульт. Больше про него сказать нечего. Простая коробка, простой комплект, и самое простое подключение. Никакого требовательного ПК, самая простая версия программы, которая скачивается бесплатно с сайта, и, собственно, все. Вы получаете большие джоги, ну, сколько раз уже говорил про то, что это не важно. Важно, что более широкие ручки, пульт и прочее помогают играть детально. В общем, это хорошая вещь за свои деньги. Ну, а если у вас есть замечания, или вы хотите что-то добавить про этот контроллер, потому что он у вас уже есть, обязательно пишите об этом в комментариях. Людям, которые задумываются о покупке, будет это полезно. Или напишите мнение о том, насколько он вам понравился, как форм-фактор, внешний вид, или вообще приятный-неприятный наружности персонаж. Это еще одно устройство, о котором вы спрашивали. Получите и распишитесь. С вами был Тага на канале Школы Про Стерео. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и прожать колокольчик. Все. Виш, изи. А сейчас, если вы не подписались на этот канал, не прожали лайк и не поставили колокольчик, самое время этому... А сейчас... Нет. Ну, а теперь, если вы не прожали... Так, стоп. Ну, а теперь, если вдруг вы не... Ну, а теперь, самое время подписаться на канал, если вы не сделали... Ну, а теперь, самое время... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok